МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он выступал в весовой категории до 63 килограмм. В первом отборочном бою ему противостоял Лаша Гурули. По первому впечатлению, устрашающего вида грузинский боксер выглядел фаворитом, но класс россиянина оказался гораздо выше. Габила отлично чувствует дистанцию, то разрывая, то сокращая ее. Наносит град разнообразных ударов и строго действует в защите. Гурули так и не смог найти контраргументов. С каждым раундом преимущество Мамедова росло, и в итоге все пять судей присудили ему победу. Со счетом 30-27 реферий из Алжира, Казахстана, Марокко и Кореи и американец 29-28. Мамедов вышел в 1-8 финала, где должен был боксировать с очень серьезным соперником Аганессом Бачковым из Армении. Габил – серебряный призер чемпионата Европы 2017-го и европейских игр прошлого года. Бачков – победитель этих же турниров. Так что поединок ожидался интереснейшим. Победа гарантировала олимпийскую лицензию, и тут соревнования закрылись. Боксеры прошли долгую и тяжелую подготовку, чтобы показать достойные результаты, но всем приходится смириться с ситуацией. В ближайшие дни россияне должны вернуться домой и пройти карантин. Из Чувашии с медалями. Оренбургские легкоатлеты показали высокие результаты на Кубке России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях в Новочебоксарске собрали более 300 спортсменов из различных регионов страны. Оренбуржцы традиционно входят в число всероссийских лидеров. К авторитетам прибавляются новые имена. Чуть ранее в Челябинске на всероссийском турнире среди слепых и слабовидящих спортсменов победителем в беге на дистанции 60 метров стал оренбуржец Андрей Дикарев. Андрей занимается легкоатлетикой не так давно, но уже добежал до золотой медали, победив гораздо более опытных соперников. А ведь у него всего 2% зрения. Я как-то стал серьезнее относиться к соревнованиям. Уже стал вообще понимать дистанции. Я знаю, что нужно делать, как бежать, когда останавливаться. Я просто вижу, что со мной кто-то бежит, и все. Я по звукам слышу, что кто-то сзади меня, впереди меня, и стараюсь уже обогнать. Сейчас в Чувашии оренбуржцы взяли не количеством, а качеством. Наши земляки на четверых завоевали 8 наград. Привычно сильно выступил Семен Картузов. Он занял вторые места опять же в прыжках в длину и в беге на 200 метров. А подлинным триумфатором турнира стала Ирина Харламова. Выступая в трех различных дисциплинах, она оформила полный комплект медалей. Золото в длине, серебро в забеге на 200 метров и бронзу в спринте. Причем в прыжках ей чуть-чуть не хватило для выполнения норматива мастера спорта. Год назад в Чувашии Харламова показала 3 метра 64 сантиметра. Сейчас 3,73, а мастерский результат 3,80. Думается, он не за горами. Когда я ехала, я прям волновалась, а на соревнованиях выполнение просто как в пусту куда-то выходит. Среди моего класса я выиграла, 3,73 я прыгнула. Я думаю, что это лучший мой результат за те времена, которые были. Я стремлюсь в мастер спорта. Я уверена, что я добьюсь прям. Наши признанные лидеры, двое членов паралимпийской сборной России, неделька с Избасаровым, продолжают подготовку к играм в Токио, и их пик формы подводятся к лету. Но даже выступая из-под нагрузки, подтверждают класс в профильных прыжках в длину. Александра стала вице-чемпионкой, Диаз взял золото и попутно серебро в прыжках в высоту. Под нагрузками мы выступали. Но, тем не менее, результаты хорошие показали. Немного не хватило рекорда России, но своего же. Но я считаю, если бы мы подвелись к этому соревнованию, то это нормально. Показали бы еще высший результат. Я в области выступал по-здоровому, тоже выиграл. На 60 личный рекорд поставил спустя 4 года. Мы как бы так на соревнования не смотрим, подвозимся именно к лету. Наши сборники не оставляют надежд попасть на игры в Токио. Тем более, что ВАДА требует отстранения российских олимпийцев, а не паралимпийцев. Но сейчас соревнования отменяет пандемия. Должны были соревнования быть в Гран-при Дубае. Но, к сожалению, из-за коронавируса, там два велосипедиста наши заболели, отменили. Но будет ясно все окончательно. По Токио, могу сказать, это май месяц. И МОК, и сами японцы, они определились, что возможно, этот вирус, он где-то пойдет на спад, где-то именно в мае. Следующий пока предполагаемый старт – летний чемпионат России. Анатолий Юденич, Владислав Горбунов. Новости спорта.